привет привет продолжаем обозревать перспективные блокчейн проекты для заработка и сегодня на обзоре у меня снова play to earn игра wild forest в прошлых видео я уже довольно много рассказывал вам и про саму игру и про ее обновление и про грядущую компанию play to airdrop в данном же видео я хотел бы углубиться в тему того как работает механика заработка в игре wild forest точнее как она будет работать начиная с релиза ведь сейчас игра находится в бета-версии а значит является полностью бесплатной прямого заработка в ней нет токены не запущены но релиз состоится уже совсем скоро судя по официальным анонсам это произойдет последней неделе июня а если судить по внутриигровому таймеру battle pass то я ставлю на то что релиз будет примерно 28 29 числа и поэтому думаю уже сейчас стоит разобраться с тем как же работает play to earn механика в игре wild forest чтобы сразу с момента релиза можно было не только фармить баллы для аирдропа но и начать полноценно зарабатывать базовая механика игры такая играем в 10-минутные матчи против других игроков строим здания нанимаем армию и стараемся как можно чаще побеждать игре имеется два основных типа активов нативный токены vf и nft отличие от многих других play to earn игры основным способом вознаграждения игроков тут будут именно nft токен у игры будет всего один эмиссия его будет ограничено и разработчики не будут чеканить токены бесконечно для выплаты наград игрокам заработать токены в игре будет не так сложно причем даже без вложений но для этого надо будет прям сильно постараться nft будут зарабатываться гораздо чаще и легче также с возможностью заработка без вложений схема это довольно уникальная и как мне кажется очень оправданная потому что главной проблемой почти всех play to earn игр является инфляция а точнее даже гиперинфляция проект бесконечно чеканит токены чтобы награждать игроков игроки сливают токены в стакан и постоянно продавливают цену мне кажется именно такой губительные петли и хотят избежать разработчики wild forest теперь о том как именно происходит заработок и за что нам будут давать награды непосредственно за каждый сыгранный матч никаких наград нет награды в игре получаются тремя путями за рейтинг в trophy road за уровне батл пасса и за высшие места в таблице лидеров trophy road это основная шкала прогресса игроков она увеличивается за счет рейтинга который вы получаете за победу но при этом поражение уменьшают ваш прогресс но не сильно в целом одна победа дает рейтинга больше в 2-3 раза больше чем отнимает одно поражение за прогресс по уровням trophy road вам выдаются сундуки с наградами которые могут содержать nft различных уровней редкости это первый способ получения наград в игре далее идет батл пасс это еще одна прогрессивная шкала которая увеличивается за выполнение заданий задания могут быть самыми разными но они все так или иначе связаны с игровым процессом построить столько-то заданий нанять столько-то юнитов нанести столько-то урона за каждый уровень батл пасса вам также выдаются сундуки которые могут содержать награды размер наград зависит от типа батл пасса он может быть бесплатным и премиум в среднем за премиум батл пасс выдается в три раза больше наград чем за бесплатный покупаются в премиум батл пассы за токены vf раз в месяц и только игрокам с активным премиум батл пассом могут выпасть награду помимо и нефти еще и токен вверх за бесплатный же батл пасс можно получить только nfc и третий источник заработка лидер борт в конце каждого месяца игроки из числа топ 500 по рейтингу trophy road получают солидные награды включая редкие nfc и токены вверх для игроков которые не покупают токены это единственная возможность заработать их внутри игры но для этого придется сильно постараться теперь о том как можно увеличить свой доход wild forest заработанные токены вифи вы можете как просто продать на бирже после их листинга так и реинвестировать обратно в игру nfc можно также либо сразу продавать на маркетплейсе мэйвис маркет либо же улучшать их поднимая им уровень и редкость чтобы выручить за продажу больше денег для повышения уровня nfc используются шарды и монетки их можно довольно легко зарабатывать и через trophy road и через бесплатный battle pass так что прокачка уровня не является такой уж сложной задачи а вот для повышения уровня редкости nfc нужно во-первых иметь несколько одинаковых nfc а также токены виф из двух обычных nfc можно скрафтить один необычный из двух необычных один редкий из трех редких один эпический и из трех эпических nfc один легендарный за каждое повышение редкости nfc надо платить комиссию в токенах виф и прокачка уровня и повышение редкости повышает боевые характеристики nfc плюс недавно была добавлена система перков то есть специальных способностей которые случайно появляются при создании эпических и редких nfc поэтому если играть в игру на довольно серьезном уровне то мне кажется самой выгодной стратегии будет именно планомерная прокачка nfc как по уровню так и по редкости чтобы максимально выгодно продать их nfc первого уровня и низкой редкости на мэйвис марке сейчас торгуются и так довольно много более 200 тысяч потому что сейчас прокачка и повышение редкости для майонет nfc недоступна такая возможность появится только после релизов поэтому прокаченные nfc будут являться довольно редким товаром на маркетплейсе и мне кажется всегда найдутся игроки которые не захотят сами прокачиваться а предпочтут сразу заплатить за более сильных персонажей современный рынок мобильных и онлайн-игр показывает что это крайне распространенное явление только если в 2 играх на донатерах зарабатывают создатели игр wild forest это прибыль будет перетекать от богатых и ленивых игроков более умелым и усердным получается что играть wild forest можно будет начать совершенно бесплатно и при этом даже зарабатывать как минимум получать награды в nfc поднимать их уровень и продавать на маркетплейсе а если купить премиум battle pass или достичь высокого уровня в лидерборде то можно будет заработать и ценные токены вверх и это все еще не считая второго сезона компании play to airdrop который стартует одновременно с релизом где на вознаграждение игроков должны будут выделить более одного процента от эмиссии vf но подробнее про эту компанию и про то как заработать на текущей бета-версии игры вы можете узнать в моем прошлом видео по wild forest в будущем я планирую выпустить еще парочку видео по данной игре так что подписывайтесь на канал чтобы не пропустить их разумеется если вы соберетесь покупать nfc или токены vf то перед этим проводите собственное исследование и учитывайте все возможные риски на этом у меня все друзья жирных помиксов во время фиксируйте свой профит и до новых встреч пока пока